Данила Приказа 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 Во-первых, это было 5 лет назад, ровно между боями, буквально без 5-7 дней, ровно 5 лет прошло. На тот момент я был еще юным бойцом, у меня не было опыта достаточного, как физически, так и психологически. Я, наверное, не был столь развит. Поэтому я подходил абсолютно другим человеком, в другом состоянии, в другом ментальном отношении к этому противостоянию. И определенный запал, наверное, то, что было поражение, тоже давало, потому что хочется реваншироваться и реабилитироваться. Ну и после следующий этап в твоей карьере, наверное, самый печальный для каждого спортсмена, это травма. Расскажи, что за травма, как ты ее получил и как проходило восстановление? Я готовился к защите титула, то есть она предполагалась на осень 2021 года. И так сложилось, что у меня два человека сзади на опорную ногу упали, колено ушло внутрь, жесткий щелчок был, адская боль, которую потом, честно признаться, чувствовал. И она мне снилась в кошмарах еще, наверное, 3-4 дня. Каждую ночь я просыпался, вздрагивал, болей, ничего не испытывал в этой жизни. И так, наверное, нужно было. Что еще могу сказать? Какие-то определенные испытания нам даются, чтобы мы стали сильнее. И за время восстановления я тоже очень многое переосмыслил. Осознал какие-то моменты в тренировочном плане, в ментальном отношении особенно. Ну и по большей части я делал упор на физические качества, на развитие этих качеств. Поэтому сейчас, я думаю, вообще в другой абсолютно форме подойду. И будет новый Данила Приказа, который, дай бог, защитит и выиграет этот пояс. Ну, хочется в это на самом деле верить. Расскажи, как сейчас у тебя самочувствие, как сейчас проходит подготовка к этому бою? Ну, давай, давай так. Самочувствие, в принципе, все шикарно, все идет по плану. Отличная команда, отличные ребята, которые помогают готовиться. Сейчас потихоньку выходим на пик. То есть, это неделя, до середины недели мы даем усиленные нагрузки. Также потом они идут на спад для восстановления сил, для набора сил. И нужно будет уже делать вес. На данный момент осталось килограмм 9 скинуть, не больше. Вот, а уже я убрал где-то 13. Да, то есть, занимался на восстановлении много, занимался физикой, кушал, вес попер. То есть, максимальный вес у меня был 102, на сотке он держался. Вот в 77, по-хорошему, мне пришлось гонять. То есть, это 23 килограмма. Ну, чувствую себя отлично. То есть, думал, что будет сложнее вес уходить. Где-нибудь он там остановится и потом совсем тяжело пойдет. Но все хорошо, все по плану. Кушаем по калориям, восстанавливаемся. Отличный режим тренировочный. Спим, кушаем, тренируемся. Небольшой досуг для отвлечения психологического восстановления. Все. Все как должно быть у профессионала. Ты затронул тему про весогонку. Для спортсмена это прям особая процедура. Знаю по себе, что это прям максимально сложно и иногда бывает. Ты скинул очень много лишнего. Давай это так назовем. Как подходишь к весогонке? Какие фишки используешь? И как после такого количества сброшенного веса остаться в форме? У профессионала после взвешивания есть полтора дня для восстановления. Поэтому, опять же, грамотное восстановление, оно способствует хорошему выступлению, чтобы мышцы не затекали, не вставали, чтобы не залило. Поэтому, имея определенный опыт, имея команду людей, которые уже тоже своим опытом делятся, я уверен, что мы к этому бою подойдем тоже в максимально оптимальной форме. И, в принципе, ничего такого критического нет, если ты это уже делал, уже проходил, поэтому ты знаешь, что тебе ждать. И, опять же, психологически всех психотипов людей разные. Кто-то тяжело прямо это переносит, нервничает, бросается, ругается. У меня достаточно это легко. И, слава богу, вес реально не встает и уходит. Пару там саунд, пару ван делаем, распариваемся, и вес уходит, все хорошо. А многим зрителям интересно, как проходит тот, ну, сам тренировочный процесс, да, мы уже с тобой в этом поговорили, как весогонка проходит. А вот тот момент, когда боец ММА выходит из-под трибунного помещения под музыку, там, делает какие-то движения, вот ты продумываешь, какие движения будешь делать при тем, как выйти, там, или это все проходит на автомате? Какую музыку выбираешь, и почему вот какую-то, может быть, есть какая-то особая музыка для тебя под выход? Или без разницы? В принципе, без разницы. Самое главное – это внутренний настрой. То есть, то, с чем внутри ты выходишь на это противостояние, однозначно у спортсмена, у профессионала должна быть уверенность, что он проделал максимально плодотворную работу, подготовился к этому бою и не халтурил, не халявил. То есть, максимальная самоотдача, она дает внутреннюю уверенность, потому что, знаю, по опыту бывают пробелы, где ты недоработал, и ты потом начинаешь об этом думать, а может быть, а может нет. То есть, это было на начальном этапе профессиональной карьеры, а потом уже абсолютно по-другому я начал относиться. И ты выходишь делать свою работу, делать ее максимально хорошо, поэтому, конечно, какие-то моменты на публику уже спортсмен играет, показывает, но это исключительно, чтобы разодорить публику. Кому-то хочется, чтобы, когда он во время выхода там машет руками, хочет, чтобы он почувствовал эту поддержку зала. У всех по-разному. Джонас Буэна. Твой следующий есть соперник. Что о нем знаешь, и что это вообще за боец? Что он себе представляет? Джонас Буэна достаточно опытный, возрастной, опасный бразилец. У него больше 60 боев. То есть, первый раз, когда я видел его в Дере, это был турнир, где он дрался с Шарафом Долутмуродовым. То есть, непосредственно я присутствовал, и из угла Шарафа я смотрел на эти противостояния. Все видел, все анализировал, смотрел. И второй раз, когда он выступал за звание временного чемпиона, полсредневесия, турнир проходил в Петербурге. Я как раз тоже там присутствовал, рассматривал обоих оппонентов. То есть, кто-то из этой пары победителем, кто вышел, он бы стал моим будущим соперником. Вот так и сложилось, что именно Джонас выиграл. Ну, я на него и ставил, потому что там первый парень, который был, чуть-чуть опыта, мне кажется, ему не хватило. Вот, поэтому все видел, все анализировал, понимаю. Человек опытный, тоже держать удар умеет, что немаловажно. Неприятный в грэплинге, в борьбе. Есть определенные заготовки, фишки и коронки, которыми я собираюсь воспользоваться. И подарить людям красивый, яркий, зрелищный нокаут. Победить. И чтобы пояс остался в России. А ты уже проходил летние сборы в Горном Алтае и часто здесь, в Барнауле, тренируешься. И вот перед этим боем тоже приехал, ну, уже давно, да, ты находишься в Барнауле, проходишь подготовку. Почему именно в Барнауле начал подготавливаться к бою? Потому что многие говорят и пишут, что уже Данила Приказа стал барнаульцем. Ну, так сложилось, что мы с Шарафом близко сдружились. И нужно ему почтение отдать, что он устраивает постоянно вот эти массовые сборы. Приглашает реально топов в связи с ситуацией с коронавирусом. В принципе, у спортсменов не было особо возможности куда-то за границу выезжать. И он начал сильно развивать эту тему, собирать спортсменов для обмена опытом, для подготовки. У каждого свои даты, свои турниры. Поэтому это определенная его заслуга. Опять же, летние сборы также он устраивает. Вот, и каждый год у нас состав все лучше и лучше. Уже три раза я был на этих сборах. Уже они ежегодные. И между этими сборами постоянно где-то два, то есть три сбора бывает в остальное время года. 1 октября. Многие ждут наконец-то этот день, что он настанет. Спортсмены будут представлять клуб «Тим Стрела Барнаул». Ты с ними тренируешь. Это и Коля Нестеров, и Руслан Габараев, и другие. Что можешь сказать по ним? И от них какого боя нам ждать? Никакого настроения? Я уверен, что все пацаны выиграют. Я за них топлю. Мы друг другу помогаем. Как одна семья. Со многими мы живем вместе, кушаем вместе, тренируемся вместе. То есть, в принципе, весь быт проходит вместе. Действительно, как семья. Поэтому всей душой, всем сердцем переживаю и топлю за пацанов. Я уверен, они покажут зрелищные и красочные бои и смогут подарить барнаульцам праздник единоборств с шикарными и благоприятными для них результатами. И дай бог нокаутами. Именно. В феврале OpenFC был в Барнауле. Ты был там в качестве зрителя, гостя, помогал парням. Как тебе вообще атмосфера? И удобно ли было в качестве зрителя быть на таком турнире? Или все же душа просилась в октагон? На самом деле, я впервые за долгое время, наверное, находился на турнире как зритель, а не как участник. Поэтому есть определенная разница. И на тот момент уже внутри я чувствовал это желание поскорее вернуться. Потому что видел, как пацаны радовались после этих побед. И это неописуемое просто чувство. Выиграть в достойном противостоянии с хорошим оппонентом, это дорогого стоит. И внутри это сильно заряжает, подстегивает морально. Турнир прошел шикарно. Даже руководство это отметило. То есть, в принципе, часто бывают в разных городах, когда проводятся турниры, какие-то нюансы, недочеты. Это спорт, это много людей, на них все завязано. И всякие-всякие разные нюансы могут возникать. Вот, барнаульский турнир в феврале прошел просто идеально, замечательно. Как вся подготовка, как досуг, после мероприятия, как мы время провели, все было замечательно. И стоит действительно отметить организаторские способности местных ребят. Ну и прямо сейчас у тебя есть хорошая возможность вот в эту камеру позвать барнаульцев и всех гостей Кровой столицы 1 октября на бои и сказать, что их там ждет и почему они должны прийти. Друзья, для каждого спортсмена очень важно ощущать поддержку. И, конечно же, у каждого есть свои амбиции, свои личные амбиции, для чего мы, спортсмены, это делаем. Но однозначно, когда люди выступают у себя на родине, они хотят показать своим друзьям, близким, знакомым, потому что через 3-4 рукопожатия все мы знакомы. И кто-то про кого-то знает в любом случае. Хотят подарить этот праздник для вас, показать результат своей работы. Особенно красиво, зрелищно победить. Все хотят это сделать. И потом ощутить эти возгласы толпы, когда она ликует вместе со спортсменом, а он устраивает красивое шоу. Поэтому это исключительно все для вас делается здесь. Приходите, не стесняйтесь, не скупитесь на ваши эмоции, овации, аплодисменты, крики, возгласы. Это действительно все заряжает на спортсменов. Я уже не первый год и не первый раз в Барнауле бываю. Действительно, часто провожу здесь время последние несколько лет. У меня много здесь друзей, знакомых. Поэтому я всех приглашаю, буду очень рад видеть вас, слышать вас, ощущать вашу поддержку. И уверен, что мы закатим классные рубки и достойные победы вы увидите. Ну, а мне только остается присоединиться к этим словам и сказать, что мы вас и каждого в отдельности ждем 1 октября в 18 часов в спорткомплексе «Темп». Поблеть за Данилу, ну и, я думаю, за Россию. Воскресенье «Темп»